Здравствуйте, с вами Рада Радова. Сегодня мы с вами поговорим о салате с фасолью. Это очень вкусный салат, как закуска в холодное время. Что нам для этого потребуется? Нам нужно будет кабачок, морковка, болгарский перец, чеснок, помидоры, лук, зелень, отварная фасоль, различная приправочка. У меня сегодня не оказалось томатной пасты, поэтому и помидоры у меня, к сожалению, немножечко другие. Это обычная сливка, которую, вы знаете, мы используем для консервации. Поэтому я буду, как исходный материал вместо воды, использовать обычный томатный сок. Лучше всего это он будет с мякотью у вас, и даже еще лучше, он будет уже с дополнительными какими-то специями. Что нам для этого потребуется? Мы с вами берем большую емкость, потому что салат будет, маринад будет очень много, чтобы не выкипало. И, конечно, это будет в зависимости от того, какое вы хотите количество приготовить этого салата. От чего вам нужно будет оттолкнуться? Самый главный компонент этого салата – это кабачок. Его должно быть всегда больше. Приблизительно будет это выглядеть так. 3 килограмма кабачков и всего остального по 1,5 килограмма. То есть 1,5 килограмма морковки, 1,5 килограмма лука, 1,5 килограмма сладкого перца, 1,5 килограмма помидоров. помидоров. Зелени потребуется 2-3 пучка, не меньше. Специи определенные, соль, сахар, 5 головок чеснока, если он мелкий у вас. Если покрупнее, то 3 большие крупные головочки. Подсолнечное масло и уксус. И, естественно, конечно, вот такая вот большая емкость. Может быть, у вас есть большая кастрюля хорошая. То есть у вас получается приблизительно где-то около 8 килограмм. То есть это минимальное. То есть если вы будете готовить 4 килограмма кабачков, значит у вас всего остального должно быть по 2 килограмма. Из этого вы будете из расчета делать. Мы берем казан. У меня в данном случае казан. Выливаем туда пол-литра томатного сока. Если у вас будет на кухне находиться томатная паста, то вы берете маленькую баночку, 100-граммовую, разводите ее на стакан воды. Выливаем наш томатный сок. Включаем газ. Пока это может быть большой огонь, потому что нужно будет закипеть всему этому. А потом уже мы газ убавим. Сейчас мы немножечко подождем, пока закипит наш томатный сок. И в первую очередь мы кладем туда кабачки. И как ни странно, вы подумаете, вроде кабачок, такой мягкий как бы овощ, чем дольше его готовишь, он должен быть мягким и развалиться. Нет, вы знаете, он будет готовиться дольше всего и останется всего при этом хрустящим. Пока закипает наш томатный сок, мы подготовим то, что для этого нам потребуется дальше. То есть пока мы можем нарезать зелень. Все равно она нам потребуется. Не будем тратить время для зря, как говорится. Зелень можете рубить крупно, не обязательно мельчить. Я предпочитаю укроп и кюрзу. Это более душисто получается. Всю остальную зелень, например, такую как петрушка, базилик, что-нибудь такое, я добавляю все-таки в сушеном виде. Уже потом, как приправу. Вот мы порезали нашу зелень, можно сказать, даже практически порубили ее. Что я вам хочу сказать еще о том, как нарезать овощи для салата. Вы знаете, здесь полет фантазии может быть совершенно разный. Я вот сделала, например, морковку соломкой. Перчик порубила, например, квадратиками. Помидоры порезала на две части крупные, потому что все равно они все переварятся. Лук на две части полукольцами. Кабачок я сделала кубиками, довольно-таки такими крупными. Чеснок я порезала довольно-таки крупно, не стала выдавливать, потому что, когда он порезан крупными такими квадратиками, все-таки запаха больше дает он салату, нежели когда его мелко выдавливаешь в давилочке для чеснока, он сразу переваривается, кипятится вместе с маринадом, и у него вкусовых качеств остается меньше намного. Сразу, пока закипает наш томатный сок, мы пока можем влить туда уксус. На весь наш салат потребуется нам полстакана уксуса. Обычный столовый уксус 9%. Я наливаю на глаз, уже знаю, сколько это будет. Вы можете отмерить это мерным стаканчиком. Мы берем одну столовую ложку крупной соли, может быть, полторы ложки. Потом попробуйте еще, но мне всегда хватало вот этого. Вот я положу сразу полторы ложечки соли. Вам потребуется полстакана сахарного песка. И уже у нас закипает. Хорошенько все это перемешиваем. Сейчас сахарочек у нас сразу быстро растопится весь. Еще нам потребуется стакан подсолнечного масла. Я тоже делаю на глаз, но если вы немножечко нальете больше, ничего страшного. И пошли первые кабачочки. Все мы будем высыпать поэтапно. То есть мы положили в наш маринад кабачки, помешали и закрыли. Нам нужно, чтобы кабачки закипели, и после закипания 10 минут. И так после каждого ингредиента. Потом мы кладем там морковочку. Закипает 10 минут. Перец закипает 10 минут. И так поэтапно. Через 10 минут мы с вами встретимся. Прошли 10 минут. Мы вернулись и на кухню. И сейчас мы будем закладывать морковку. Здесь у нас все очень хорошо кипит. Высыпаем нашу морковочку. Очень хорошо обратно все перемешиваем. И закрываем крышечкой. Все то же самое. Как только закипит, после закипания 10 минут. Время прошло. Сейчас мы берем наш перчик. И будем его закладывать. Высыпаем все сюда же. И обратно очень хорошо все перемешиваем. И сюда же, прямо сейчас, мы высыпаем нашу фасоль отварную. Я хотела немножечко остановиться на фасоли. История возделывания фасоли насчитывает более 7 тысяч лет. Родиной фасоли принято считать Южную Америку. А выращивали ее и в Древнем Риме, и в Древнем Египте. Фасоль входила в состав знаменитой маски для лица царицы Клеопатры. В Европу фасоль была привезена из Америки голландскими и испанскими мореплавателями в 16 веке. А уже из Старого Света фасоль была завезена в Россию, где ее называли долгое время французскими бобами. Как овощная культура, она получила распространение лишь в начале 18 века. В наше время среди бобовых культур фасоль занимает второе место в мире после сои. Ее выращивают во всех странах мира. Известно более 200 видов фасоли. Вот для этого салата лучше всего брать, конечно, белую фасоль, мясистую вот такую. Чем хороша эта фасоль? Сколько бы вы ее ни варили, эта фасоль не разваривается. Она не отходит от шкурки и не разламывается. И еще, когда будете варить фасоль, очень сильно ее солите. То есть на вкус, когда вы ее попробуете, фасоль должна быть сильно пересолена. Потому что, когда вы будете укладывать фасоль в салат, она не наберет столько соли в себе. Поэтому сделайте лучше это заранее. Лучше лишнюю соль она отдаст в салат, нежели вы будете ее досаливать. Поэтому мы опускаем ее сюда же, чтобы она как раз уже успела отдать вот свою лишнюю соль. Хотя она уже отварена до полной готовности. И не бойтесь, она у вас не разварится. У вас не получится каши. У вас будет она цельная. Оставляем также до закипания 5 минут, чтобы перчик закипел. И 10 минут, чтобы он поварился. Давайте посмотрим, как тут идет наш процесс. Все очень хорошо. Вот в этот момент можно как раз попробовать, что у вас на вкус получается. Вкус салата все-таки должен быть кисло-сладкого маринада. Пока ничего не надо добавлять. Потому что сейчас мы будем добавлять помидоры, а они имеют свою кислоту. Высыпаем помидорочки. После чего у нас будет сейчас очень много, через 10 минут, здесь маринада. Потому что помидор отдаст свой сок. Очень хорошо разварится. И вот после чего нужно будет обязательно очень хорошо попробовать. Чего-то, может быть, кому-то на вкус будет не хватать. Может быть, немножко нужно будет добавить уксуса. Может быть, немножко добавить соли. Но вообще соли я никогда не добавляю. А вот уксуса и сахарочка может быть. Сейчас мы будем закладывать сюда чеснок. Потому что пора ему отдать свои вкусовые качества, чтобы все продукты, которые уже заранее были заложены в наш казан, напитались этим. Еще раз тоже размешиваем. И сюда сразу мы отправляем нашу зелень крупно нарубленную. Пускай тоже насыщается салатик ею. И сейчас по пол чайной ложечки мы положим наши приправы. Гвоздика. Пять бутончиков. Черный перец. Можно положить даже чайную ложку полную. Прям с горочкой. Вы знаете, обращайте внимание, чтобы на упаковочке, когда вы покупаете черный перец, было написано душистый. Я наткнулась на такой пакете, где было написано просто черный перец молотый. Не было написано душистый. Вы знаете, действительно есть разница. Я открыла пакет, запаха не было совершенно. То есть непонятно. Вот просто какая-то серая масса, а непонятно, что это перец. Поэтому я после чего сразу съездила в магазин и купила именно молотый черный перец душистый. И действительно прям запах был совершенно прям такой аромат. Карри. Буквально вот пол чайной ложечки. Дает, ну, естественно, конечно, и вкусовые, конечно, качества, но цвет. Очень красивый получается золотистый цвет. Базилик сушеный. Очень люблю эту траву, потому что очень богатый у нее запах. Вы знаете, я даже две чайные ложки положу, потому что это очень вкусно. И обязательно, когда мы делаем все-таки какую-то консервацию с салатами, лучше всего ложить семя белой горчицы. Вот и все. Мы сделали заправочку с специями, после чего очень хорошенечко все это перемешаем. И также дадим всему этому прокипеть и настояться 10 минут. После чего мы положим последний наш продукт, это лук. И еще раз попробуем, что у нас будет по вкусу, по соли, по сахару и по уксусу. Осталось последнее, что нам выложить в наш салатик, это лук. Тут прекрасно все у нас кипит. Выкладываем наш лук. Это единственная закладка, которой не нужно будет 15 минут твориться. Нужно, чтобы только закипел. Луку достаточно ошпариться. Вот он через 5 минут закипит, и на этом мы заканчиваем, как говорится, с нашим приготовлением салата в маринаде. Сейчас мы с вами должны попробовать на вкусовые качества наш салатик. Потому что, естественно, конечно, не должно быть много уксуса, иначе будет брожение. Я бы даже добавила чуть-чуть, буквально. Два колпачочка, наверное, чуть-чуть, вот прям вот не хватает, прям вот чуть-чуть буквально. Я бы, я бы, это на мои вкусовые качества, добавила чуть-чуть сахара. Сейчас я размешаю уксус и еще раз. Да. Я думаю, что вот этой ложки мерной вполне хватит. Он у вас должен быть нежно-кисло-сладенький такой. Соли добавлять не надо. Как мы с вами добавили, ложку или полторы ложки изначально. Этого вполне достаточно, больше не добавляйте. Но, опять-таки, если кому-то нравится немножечко поостри, может кто-то добавит перчика и соли сюда. Это уже чисто индивидуально. Наш салат практически готов. Вот я сейчас его оставляю под крышкой на 5 минут, и пока подготовлю баночки. Последний раз проверяем, что с нашим салатом. Прекрасно. У нас все утомилось, все закипело. Лук у нас присел. Вы знаете, вот на мой взгляд, в моем случае, да, в начале передачи вы видели, что я порубила сюда два пучка зелени. Но вот мне кажется, что этого маловато. Все-таки я не зря говорила, что нужно два-три. В зависимости от того, какое количество салата у вас в итоге получится с маринадом. Вот я считаю, что сюда не мешало бы еще, конечно, один пучочек зелени положить. Но у меня нет свежей. И сейчас хочу, конечно, пару ложечек добавить все-таки сухой петрушки в салат, что не есть плохо. Так что вы, если дома у вас не окажется свежей зеленью, совершенно спокойно берите зелень, которую вы сушите, и добавляйте ее в готовое блюдо. Вот я две столовые ложечки сюда положила. Пускай еще тогда постоит хотя бы минуту, я закрою. А сейчас мы вернемся к нашему салату и будем раскладывать его в банки. Вот здесь прошу вас быть более осторожными, потому что емкость, в которой вы готовите, велика. И не забывайте, что здесь процесс кипения очень велик. И нужно быть осторожным. Естественно, подготавливайте полотенце, прихваточки, все то, чем вы можете подхватить такую большую емкость и поставить ее на стол. Посмотрите, какая у нас красота. Что мы теперь делаем? Мы берем наши баночки. Заранее уже приготовленные консервации. Я уже неоднократно говорила и буду говорить, что банки я не мою перед приготовлением и закладкой продуктов, потому что я это делаю сразу. Когда съедается продукт, который был заложен здесь заранее, я ее вымываю, стерилизую, сушу и закрываю крышкой. Вытираю все хорошенько и убираю. Больше я ее не открываю. Вот до этого момента никогда эту банку. Мы берем ложку. Желательно, чтобы она была с дырочкой. Потому что положить, конечно, в баночку нужно сначала гуще. Закладку делаем до плечиков. Можно чуть меньше. Если у вас получается довольно-таки много маринада, маринадика можно и побольше наличь. Потом на тарелочку также вместе с салатиком его выложить. А ложечка чем хороша, она лишняя истекает. Нагибайте, пожалуйста, баночку, чтобы вы не ошпарили себе руки. Вот я считаю, что вот так вот этого вполне достаточно. Потом берете половничек и заливаете по самой плечике прям вот этим вот маринадом. Быстренько, сильно ее закручиваете. И ваша баночка готова. И так все остальные. Музыка. 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 Ну вот, наш салатик и готов. Кушайте на здоровье, приятного аппетита, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова